Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня у нас с вами дегустация. Вино урожая 2020 года из белых сортов Вардова Супага СМ. По технологии скажу чуть позже. Хранилось оно у меня в квартире при комнатной температуре. Немножечко в бутылке есть легкий дрожжевой осадок, поэтому где-то оно может быть, правильно было бы его, скажем так, брать в корзинке, открывать в почти горизонтальном положении. Так, наливать, но, к сожалению, у меня корзинки дома нету, поэтому я бутылку перевернула и где-то оно из этого может быть чуть мутновато, но на самом деле для нас это абсолютно не страшно. Итак, открываем и посмотрим, что же у нас там получилось. Пробочка немножко промокшая, но по запаху с ней все хорошо. Самый мой любимый момент, когда вино попадает в бокал. Тем не менее, вино имеет хорошую прозрачность и такой вот нежный золотистый цвет камеры. Чуть-чуть за счет того, что сегодня очень пасмурная погода, включено искусственное освещение, и поэтому камера передает цвет чуть более желтым. Он несколько светлее, несмотря на то, что вообще здесь технология оранж. Я делала это вино, сбраживая на мязге. То есть не отжимая чисто сок, как предполагает белая технология, а сбраживая на мязге. Ну и первое, что мы оцениваем, мы оцениваем запах. Так, вообще часто бывает, что когда открываешь бутылки, особенно с промокшей пробкой, вот такой, ну не столько оно еще хранилось, чтобы пробка так промокла, тем более тут пробка такая с цельным диском. Так вот, бывает, что немножко такой запах пробки, но это не пробковая болезнь, а чуть-чуть такое, что-то легкое, оно быстро выветривается. Здесь запах очень интересный. Вот я слышу воск. Пчелиный воск, такие тонкие-тонкие нотки. Ну вот если чуть поболтать, немножко дать вино подышать, то примешиваются некоторые фруктовые ароматы. Надо сказать, что с этим вином вообще в процессе приготовления произошла одна пренеприятная история. Зима 2021 года у нас была очень морозная, и вино стояло на балконе, на осветлении, на криостабилизации, и замерзло совсем. Одно утро я вышла на балкон на всякий случай проверить, а у меня бутыль просто вот, там сплошная ледышка. Ну очень повезло, да, я вовремя вышла на балкон и вовремя среагировала, бутыль не порвала. Я ничего не открывала, занесла в дом, спокойно это все оттаяло. И вот летом 2021 года, есть ссылка, вернее, есть видео по дегустации, я вам ссылку оставлю. Оно имело такой очень специфический вкус каких-то специй. Специи, пряности, вот прям такое пряное-пряное вино, вообще ни на что не похоже. Вкусное, приятное, но очень специфическое. Прошел еще год, даже полтора, потому что сейчас у нас декабрь 2022 года. И надо сказать, что вино вообще очень преобразилось, я бы даже сказала, в лучшую сторону. А вот эти все пряно-ароматные ноты, такие яркие, явные, они ушли. Вино округлилось, стало очень спокойным. Оно очень гармонично и сбалансировано. Здесь и такая легкая освежающая кислинка, и такая приятная фруктовая нотка. Но она, понимаете, не яркая, вот это прибалтейские сорта, вардува, субага, селе, они такие очень ароматные, фруктовые. И вот в молодом возрасте у них это чувствуется, в игристых это чувствуется. А здесь вот вся эта такая сильная гибридная ароматика, она, в общем-то, ушла, и вино стало похожим на вот такие, ну, скажем так, классические европейские вина. К сожалению, к моему большому, вот чего мне не хватает, это лексики для описания всех вкусов и ароматов. Ну, к сожалению, так. И вот да, очень затруднительно передать вам всю ароматику. И сложно описать, потому что, я же повторю, вот этих ярких фруктовых нот ананаса, их нету. Возможно, вот в запахе, я вам сказала, что сразу воск пчелины, но это такой очень-очень легкий, очень тонкий. И в запахе есть чуть-чуть, вот потом, когда я уже взболтала, когда оно чуть подышало, есть легкая ананасная нотка, но она такая совсем незаметная. Не яркая, бьющая, которая, вот ты понимаешь, что вот-вот это она, а такая очень спокойная, длинная послевкусие, вот вообще очень длинная. Я сделала глоток минуты-две назад, подумала, да, что я чувствую, вот с вами разговариваю, а у меня все еще шлейф этого вина, он во рту чувствуется. То есть послевкусие длинная, приятная, ну, каких-то вот четких ароматов, чтобы его описать, нету. Вообще вот во многих белых винах, если мы берем, ну, скажем так, какие-то магазины, такие нормальные белые вина, то вот здесь тоже есть такая какая-то вот общая черта, которая присуща этим самым винам. Что-то вот такое и приближается к классике. Повторю, что какого-то четкого, такого явного аромата я выделить не могу, но вино прекрасно сбалансировано, да, все как бы при нем. И легкая кислинка, легкая, вот я это подчеркиваю, потому что у многих сухое вино – это кислота. Нет, это вообще не о том. Вот такая вот легкая кислинка, легкие какие-то ароматики, все вот оно такое приятное и обволакивающее, приятная текстура вина, нет ощущения какой-то разбавленности или, знаете, такого вот, ну, как бы недосказанности. Вот ты вино глотнул и понимаешь, что, ну, не хватает в нем чего-то. А вот здесь всего хватает. Ты понимаешь, что вот оно такое, полностью сформированное. То есть получился приятный, хороший питкий напиток. При этом мы его делали по красному способу, с брожением немецкие, потому что так проще. При этом я не использую никаких антиокислителей, я не использую серу, я не использую какие-то еще добавки, то есть это чистый виноградный сок. Даже никаких физических методов для предотвращения окисления здесь не было и хранения. Но помню, это обычная городская квартира. Вот розлито оно было, у меня, я обычно на бутылках подписываю, 24 мая 2021 года. То есть полтора года назад и полтора года эта бутылка лежала в обычной городской квартире с ее перепадами температур. И смотрите, вино не умерло, потому что когда, ну, те же белые вина умирают, и в принципе для них характерное окисление, изменение окраски. Видите, какая здесь окраска. Видим яркий, хороший блеск, прекрасную прозрачность. Опять же, никаких фильтраций. Да, я осветляла, осветляла желатином, надо было немножко ему помочь, но больше ничего. И вот мы имеем вот такой красивый, вкусный, очень приятный напиток. Ну, как видите, опять же, потенциал, да, белые вины не хранятся, домашние вины не хранятся. Все хранится. Было бы желание и возможности. Потому что при небольших количествах, при небольших объемах домашнего производства, конечно, вина хранятся очень редко, потому что просто не хватает объемов для хранения. Подводя итог, я очень довольна. У вина вполне хороший потенциал. Ну, конечно, храните вот столько или не храните, тоже дело каждого. В молодом состоянии оно тоже очень хорошо себя проявляет. Мне вообще это сочетание сортов очень нравится в игристых винах. Ну, про игристые вина и про сорта для них у нас будет отдельный разговор. Ну, в общем-то, сухой вариант. Такой упрощенный, я бы сказала. Также прекрасно подходит для этих сортов. Получается такой напиток, за который честно, не стыдно. И самому приятно выпить, и, в общем-то, кого-то угостить. Скажем так, я очень довольна. И от вот этих конкретно сортов, ну, я даже такого не ожидала. Не ожидала такого потенциала хранения. И я, ввиду того, что вот я пробовала это же вино года полтора назад. И вот там были такие яркие специи. Ну, насколько оно интересно живет, насколько оно интересно себя проявляет. Вот эти специи ушли яркие. И вино стало таким абсолютно спокойным. Как бы, я бы сказала, что оно повзрослело и помудрело. Да, тогда оно было такое яркое, проявляющее себя. А сейчас вот оно повзрослело и помудрело. Надеюсь, видео было вам интересным. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом. Нажав кнопку еще, я вам оставлю ссылку на летнюю дегустацию, оставлю ссылку на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч!